Здравствуйте, дорогие телезрители! На вашем общественном телевидении еженедельная программа «В сиянии рамп» и ее автор и ведущая Лариса Габитова. Знаменитый петербургский педагог класса дирижирования Илья Александрович Мусин в своей книге «О воспитании дирижера» писал следующие строки. «Широкие слушательские круги понимают, что раз дирижер есть, то он зачем-то нужен. Но зачем? Интересно, что этот вопрос негласно существует и в профессиональной музыкальной среде, ибо внешние атрибуты дирижерского дела необычайно просты и доступны буквально каждому. Приняв их за суть дирижерской профессии, обманываются не только желторотые юнцы, но и зрелые мужи, снискавшие высокий музыканский авторитет. На деле же оказывается вовсе не одно и то же быть выдающимся солистом, исполнителем. И здесь многие проявляют исключительные достоинства и адекватным этому дирижерам. И хотя истина в том, что каждый подлинный дирижер – это, безусловно, хороший музыкант, она также и в том, что не каждый хороший музыкант – это потенциальный дирижер. У нас сегодня в гостях замечательный дирижер, заслуженный артист России, доцент кафедры симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории и преподаватель, профессор Института Университета культуры и искусств, дирижер Академического симфонического оркестра филармонии имени Шостаковича Владимир Абрамович Альшулер. Здравствуйте, Владимир Абрамович. Добрый день, Лариса. Вот в связи с моим вот этим вот вышесказанным высказыванием, скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать музыкант-исполнитель для того, чтобы иметь право претендовать на то, чтобы встать когда-то за пульт? Ну, есть специальные дирижерские качества. Вот, скажем, музыкант может быть обладать замечательными качествами исполнительскими, великолепной техникой на скрипке, на рояле, но он, допустим, не умеет читать партитуру. Что значит уметь читать партитуру? Вы, перед тем, как вы выходите на сцену, вы это произведение изучаете. Изучаете вы его по специальной такой книге, партитуре, в которой автор, композитор записал все свои мысли специальным языком. Но это надо еще уметь прочесть. Для того, чтобы прочесть партитуру, надо знать ключи. Ведь многие инструменты в оркестре играют в разных ключах. И, допустим, скрипач, если он не занимался этим, может и не прочесть альтовый, теноровый ключ. Он может не знать, как транспонировать инструменты. Это значит, транспорт означает, что написана одна нота, а звучит другая. А дирижер должен все это знать и моментально увидеть всю вертикаль и двумя руками на рояле сыграть то, что написано в партитуре. Ну, это одно из тех знаний, которые необходимы. Кроме того, надо иметь чисто физическую природу, которая позволяет вам дирижеровать. Вот вы посмотрите, мои руки двигаются достаточно плавно и мягко. Я вас уверяю, что далеко не каждый музыкант, известный исполнитель, сможет повторить мои манипуляции. Это какие-то данные должны быть от периоды. Но, кроме того, существует такое понятие, как мануальная техника. Те люди, которые сидят в зале и видят, как Саша Черный писал человека, талантливого, грибущего обеими руками, как написал Черный в стихах, они думают, многие из них, я, к сожалению, это уже слышал неоднократно, они думают, что это только, так сказать, движение, рассчитанное на подъем эмоций, энергии. И очень многие не знают, что это вот эти движения все дирижерских рук и пальцев, что это мануальная техника, которая является семиотической системой. То есть она знаковая. Каждое мое движение несет, движение дирижера, не только меня, несет определенную информацию в оркестр. Причем техника бывает хорошей, как везде, в любой профессии бывает плохой, бывает выдающейся. Вот у нас есть такие выдающиеся мастера, допустим, как Рождественский, как Симонов, которые обладают гениальной техникой. То есть они могут показать буквально все, не только фразу, но и движение каждой нотки внутри. И вот это очень важный тоже момент, которому надо учиться. То есть профессия дирижера – это природные данные, которыми должен обладать человек, и мастерство, безусловное мастерство. Я хочу нашим телезрителям напомнить, что мы находимся в прямом эфире. Телефон прямого эфира – 971-1911. И вот я вижу, что у нас есть уже звоночек. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Очень приятно. Дмитрий Абрамович, вы могли бы рассказать о самом ярком и запоминающемся вашем концерте? Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, мне трудно найти самый яркий и запоминающийся, потому что я сыграл и продирижировал очень большое количество концертов. Я поступил в филармонию, поступил, а я уже там работал, официально стал работать с 69-го года. И должен сказать, что меня принял в филармонию за год до этого, ставший главным дирижером оркестра филармонии Тимирканов. Я этим горжусь, что я был в первом приеме, который он произвел в оркестр, став главным дирижером. Было очень много интересных концертов, и трудно сказать, какой из них самый запоминающийся. Но вот хотя бы о двух-трех я могу вспомнить. Ну, вы знаете, был концерт, первый раз, когда я играл в оркестре седьмого Шостаковича, а, как известно, седьмая филармония была написана Шостаковичем в блокадном Ленинграде. И я играл, я сидел на первом пульте Альтов, тогда меня пробовали на концертмейстере. Сидел я рядом с человеком, Исааком Абрамовичем Есинявским, который играл эту симфонию во время блокады. Для меня вообще это понятие блокады и вообще этот период очень близок, поскольку это коснулось и моей семьи, и семьи моей жены, и очень многих мне знакомых ленинградцев. Поэтому сидеть рядом с человеком, который исполнял это в 42-м году в Большом зале, я это запомнил на всю жизнь. Тогда в оркестре было семь человек участников блокадного концерта. Недаром потом сняли фильм «Семь нот тишиня». Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Это был первый ваш выход? Не самый первый, но это был... Ну, один из первых выходов к этому знаменитому оркестру, да? Нет, это когда я сидел еще музыкантом. А, когда вы еще сидели... Я же начал, вы понимаете, раньше было такое выражение, прошел путь от рабочего до директора завода, а я до главного дирижера. Я в связи с этим, что вам хочу сказать? Вот я сегодня взялась изучать афоризмы, потому что по каждой какой-то человеческой поста, с деятельностью есть афоризмы, да? Да. И вот про дирижеров я нашла только самое смешное, ничего серьезного нет. И в частности, альты, когда вы лезете куда-то, играйте хотя бы что-нибудь приличное, а то все фа-диезы. Альты. Дальше вступает в силу момент вашей одаренности. Я вот вспомнила, что вы же все-таки начинали как альтист, да? Я не просто начинал, а я очень долгое время работал в оркестре. Вообще я поступил на последний пульт и регулярно, участвуя в конкурсах, дошел до первого места, до концертмейстера группы. Вообще существует очень много анекдотов про альтистов, видимо, потому что на Западе долгое время в эту профессию шли неудавшиеся скрипачи. Но я должен сказать, что в нашем городе, в нашей стране, те альтисты, которые работают в филармонии, это выдающиеся мастера. И если бы, так сказать, в нашей стране эти анекдоты возникнуть не могли, потому что уровень их очень высок. А с другой стороны, Юрий Хатойевич Тимирканов, главный дирижер, бывший альтист. Да. Знаете, есть еще много людей, которые занимаются этой профессией, но они бывшие альтисты, в том числе и я. Я знаю, почему это выписала, потому что это же строки какого-то дирижера, то есть это афоризмы какого-то дирижера. Да, да, да. Я так подумала, что все-таки, играя на своем любимом инструменте, вы все равно из всей вот партитуры, да, из всех звуков как-то смотрите на своих коллег-альтистов. Или же они для вас абсолютно... Нет, вы знаете, вот точка зрения, она меняется. Да, да, да. Одна точка зрения, это та, которую я, так сказать, имею, сидя в группе. Я слышу группу, слышу вокруг сидящих музыкантов, виолончели. Это было довольно давно, надо сказать. Когда же я встаю на подиум за пульт дирижерский, моя точка зрения кардинально меняется. И точка слуха, я бы сказал. Я вижу, и я занимаюсь совершенно другим, вы понимаете? Я занимаюсь совершенно другим. Я строю новый мир из тех звуков, которые записаны в партитуру. И так, как мне кажется, как хотел бы автор. Это совершенно разные точки зрения инструменталиста, игрока оркестра или дирижера. Да, потому что дирижер – это драматург, который охватывает своим взором, ухом и интеллектом, и восприятием все. Да? То есть это обязательно человек очень масштабной личности, масштабного мышления. Человек с более каким-то узким спектром восприятия, он никогда не встанет за пульт, потому что здесь надо все-таки дирижер даже какой-то корень слова имеет от слова «директор», так скажем, то есть директива какая-то, план, продвижение. Вы понимаете, вы сказали, что никогда не встанет. Да. К сожалению, очень много таких дирижеров, которые дирижируют, не очень хорошо понимая смысл своей профессии. Эта профессия действительно очень сложная. Недаром обыкновенные, я имею в виду инструменталисты, учатся 15 лет. Тоже очень немало. 15 лет специального образования. А дирижеры плюс к этому еще 5 лет. Вот, и причем, вы знаете, я в свое время закончил консерваторию нашу как альтист, и с хорошим дипломом, с отличным дипломом. И потом, когда я поступал на дирижерский, мне снова пришлось давать 13 экзаменов, а конкурс был 13 человек на одно место. Я вам могу назвать многие фамилии людей, которые поступили. Немногие претендующие даже выдерживают сам этот экзамен на поступление. Владимир Абрамович, у нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Дмитрий. Очень приятно. Я был под Вадим Раврамович. Вадим Раврамович, Вадим, из немногих, у кого учится, женщина дирижет. Как вы его считаете, чем сверху на мнение женщины в этой профессии? Простите, я не расслышал конец вопроса. Простите, еще раз последнюю фразу, пожалуйста. Ну, в принципе, вопрос ясен. Интересный вопрос, правда? Да, вы знаете, многие, если не подавляющее большинство дирижеров, являющихся руководителями оркестра, главных дирижеров Кадани, набирают в оркестр штат, они стараются брать мужчин и не брать женщин. Как можно меньше брать женщин. Тем более сложна судьба женщин, когда они претендуют на дирижерский пост, на пост руководительский. В этом есть своя логика, вы понимаете? Во-первых, звукоизвлечение, ну, я беру пока такой средненный вариант, звукоизвлечение у мужчины в силу, так сказать, природных данных. Преонных данных, да. И уровня масштаба интеллекта. Я не думаю, что насчет интеллекта я не согласен с вами. А вот у мужчин как-то глубже, крепче звук, то есть основа. А нету такого, что мужчина воспринимает более общо, а женщина очень погружается в детали? Это, как правило, такое психологическое различие. Ну, вы знаете, это трудно определить в оркестровой игре, но я хочу сейчас сказать несколько о другом. Ну, есть масса всевозможных причин, которые, так сказать, заставляют руководители оркестров стараться не брать женщин, как можно меньше брать. В частности, и физиологические, так сказать, проблемы, когда женщина, когда у женщины появляется ребенок, и она так или иначе вынуждена покидать на какое-то время оркестр. А оркестр – это большой ансамбль, в котором все должно быть постоянно тренироваться, всякие связи. Да, так. Но меня всегда смущал философский постулат, что такое искусство. Искусство – это рожение жизни. И мне всегда было странно довольно видеть и слышать, почему жизнь надо отражать только через половину существующего человечества. Понимаете? Кроме того, за мою творческую жизнь мне удалось поработать и поиграть в квартетах, и видеть солистов женского пола. Я вам должен сказать, что многие из них дали бы очень большую фору большинству мужчин, которых я знаю. Я не буду называть фамилии. И всегда мне казалось, что женщина имеет полное право на дирижерский подиум. И вот я видел таких дирижеров. Но у нас же в России был такой дирижер, скажем, Дударова. А до нее был замечательный дирижер Хефиц, который держал на руках Сталин в свое время. Есть такая фотография. Она была талантлива с раннего детства. А потом она учила меня, в частности, в консерватории дирижировать оперу. И вот буквально полтора года назад мне удалось помочь одной замечательной девушке, дирижеру, поступить в консерваторию. Надо сказать, что никто не мешал из профессоров, в основном случае, в этот раз. И теперь у нас в консерватории есть русская девушка-дирижер. Я говорю русская, потому что там есть еще и полячка. Но она иностранка. А чувствуете ли вы, что в последнее время все-таки женщины часто приобретают в хорошем смысле мужские качества характера? В хорошем смысле. Ну, вообще говоря, патриархат, ведь исторически, это очень небольшой период по сравнению с тем, который назывался матриархатом. И эти качества, которые сейчас называются мужскими, насколько я знаю, в тот период они были очень даже присущи женщинам. Я думаю, что никуда не делись. Просто такова была ситуация социальная, экономическая и так далее. Достаточно перечислить выдающихся государственных деятелей во многих странах. Я не говорю, хотя бы Тэтчер взять, Индиру Ганди. Сколько таких прекрасных женщин. Мне кажется, что в отношении дирижеров это просто уже какой-то стереотип, что за пультом должен стоять мужчина. Даже те музыканты, которые каждый сам по себе, допустим, в академическом оркестре филармонии, он самостоятельная единица творческая, он может выйти на сцену как солист, то есть это профессионал высокого уровня, и выйдет какая-то девушка или женщина, которая будет им, так скажем, руководить. Это, наверное, какой-то еще такой... Есть и такое, конечно, но это не какая-то девушка и в данном случае, и в принципе какая-то не выйдет. А вы девушка, имеющая как минимум 16, 17, 20 и больше лет специального образования, обладающая волей. Откуда этот стереотип произрастает? Это да. Ну, в любом случае, огромное спасибо Диме за этот вопрос, потому что действительно у женщин иногда бывает и сила характера, и сила воли, и Владимир Абрамович занимается женщинами, и он ничем не отличает их от мужчин. То есть он воспринимает их как таких же сильных, самостоятельных личностей, он нисколько не щадит их в связи с их женским, так скажем, происхождением, а он разговаривает на очень таком равном мужчинам языке. А я вижу, что у нас есть еще один звоночек. Пожалуйста. Здравствуйте, у меня зовут Наталья Владимир Абрамович. Вы являетесь одним из лучших державой симфонизм в Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к такому жанру, как Уда? Спасибо. Спасибо, Наталья. Великолепный вопрос. Я тоже хотела его задать. В связи с чем? Ведь ваша диссертация, работа, называлась «Функция оркестра и место дирижера в сценической постановке оперы». То есть это глобальная фундаментальная работа, научная, и вот как раз в связи с этим вы многое можете осветить. Ну, как музыкант может относиться к опере? Это выдающееся явление человеческой культуры. Я, конечно, очень люблю оперу, но так случилось, что мне очень мало удалось дирижировать оперы. Зато я очень много занимался ее теорией. Это очень важно для... И в процессе занятия, значит, теорией оперы я очень много интересного для себя открыл. Во-первых, в истории оркестра. Как известно, оркестр очень многое получил, теперешний симфонический оркестр, от развития оперного оркестра, развиваясь буквально с первых дней, с 1600 года, это момент постановки первой оперы Перри, развиваясь буквально с первых дней, оркестр все время усложнялся вместе с действием на сцене, с задачами на сцене. И я думаю, что именно в оперном оркестре появился дирижер. Был востребован дирижер. Потому что нужно было все это... Очень много чего нужно было. Первая задача дирижера, чтобы все играли вместе, но постепенно возникали и другие задачи, вы понимаете? Ведь в конце концов дирижер – это тот, кто во время исполнения оперы является и режиссером, и кем угодно, потому что режиссер во время исполнения не работает. Конечно, он драматург. Поэтому время этого спектакля, а это понятие теоретическое, время этого спектакля зависит от дирижера, соотношение темпов, вся концепция зависит именно от дирижера. Ну, в общем, это замечательный совершенно вид искусства, но о нем можно говорить очень долго. В этом все-таки и заключается масштаб личности, потому что человек, который, допустим, занимается какими-то деталями, вот он там погрязнет и будет, собственно, рассматривать вот эту вертикаль. А человек, который выходит, и он чувствует себя драматургом этого действия, он будет держать в своих двух руках все, начиная от самого последнего пульта, заканчивая самым последним рядом, так скажем, хора. Правда? Он должен это делать. Ну, не у всех это одинаково получается. Не у всех это одинаково получается. Но вообще говоря, вы знаете, Стреллер писал, выдающийся теоретик, писал, что вообще говоря, в главной опере должен был бы быть дирижер, если бы он умел ставить спектакли, если бы он мог быть режиссером. Это очень редко. И уж совсем не бывает, чтобы режиссер умел дирижировать. Понимаете? А у нас, кстати, в Ленинграде Юрий Хатович поставил два спектакля. Я имею в виду Темирканова. Это было совсем недурно. Да. И до сих пор. «Пиковая дама» потрясающе уверена. И по темпам. То есть темпы уместны только такие, какие он поставил. Именно потому, что все рождалось в контексте. Ну, я думаю, что возможны и другие варианты. Но в том варианте, который был сделан, все сделано так, что зависит одно от другого. Да, да. Владимир Абрамович, давайте вернемся к вашей деятельности в симфоническом оркестре. У вас ведь очень много концертов, очень много гастролей. Вы представляете русскую культуру на многих площадках европейских и концертных залов, и филомонических площадках. И вот вы мне рассказывали о том, как вам довелось даже выступать, представлять не только за пультом, но и рассказывать о русском искусстве как лектор. Вы знаете, два года, по-моему, назад наш оркестр во главе с Александром Сагичем Дмитриевым, это наш главный дирижер и, между прочим, мой профессор. Человек, который пять лет меня учил еще. Я ему очень-очень благодарен, потому что он совершенно необыкновенный и дирижер, и профессор. Так вот, мы были в Англии, а там в некоторых залах существуют традиции, когда исполнитель перед концертом разговаривает с публикой. И вот, когда я разговаривал с публикой, на моем не очень хорошем английском языке, они, значит, попросили привезти в следующий раз седьмую Шостаковича. Кстати, мы, наверное, очевидно поедем в следующем сезоне туда, и Александр Сергеевич будет дирижировать седьмую Шостаковича, я надеюсь. И я им сказал, что седьмая Шостаковича – это очень сложное произведение, прежде всего, в постановочном отношении, что надо брать дополнительный коллектив, банду так называемую, медных инструментов. Они спросили, почему. Я объяснил, что в первой части «Нашествие», это требует большого звучания. В последней части «Победа». В общем, в конце концов, я им объяснил, что эта симфония написана о блокаде, и очень долго рассказывал им о том, что это такое. К сожалению, в основном, в случае эта публика, да я думаю, что очень многие, не имеют совершенно представления о том, что у нас тут было во время блокады, как сколько Россия потеряла, Советский Союз и теперь Россия потеряла, сколько потеряла людей, сколько потеряла памятник, как-то было тяжело. И в этот раз получилось так, что я был не только посланником МУС, но и, я не знаю, просветительным историческим. Да, 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 историческим просветителем. А чувствуют ли они вот эту вот энергетику, которую чувствует каждый россиянин в 7-е Шостаковича, вот такой вот катарсис, вот эту силу, мощь, и они даже вам задали такой вопрос, зачем такой большой оркестр? Ну вот, что это за вопрос? Вы знаете, ну, не чувствовать в этой музыке вот всего того, что вы сказали, невозможно. Но, конечно, те, кто знаком с нашей историей, чувствуют там больше. Даже немцы чувствуют больше, потому что для них тоже Вторая мировая война. это очень такое, то, что можно еще пощупать, так сказать. Да. Санкли несколько иной вопрос, понимаете. И тем не менее, там очень любят Шостаковича. Вот если меня спросить по моим впечатлениям, какие композиторы русские там наиболее любимы, так после Чайковского и потом Рахманинова, но не в каждой стране Рахманинова, идет Шостакович сразу. Они всегда, очень часто просят перевести Шостаковича. Значит, понимают, значит, любят. Понимают, любят. Для них это, в общем-то, представители именно советской истории. Ну, не только истории. Ну, и для нас тоже. Именно через музыку мы можем прочувствовать очень многое. И те подоплеки, которые Дмитрий Дмитриевич не мог высказать, ну, какие, например, он рассказывал в письмах Гликману, да, то есть зашифрованные какие-то лозунги, там, скажем, советскому параду, это все такие восклицательные знаки, что все все понимают. И то же самое в музыке, правда? Да, вы знаете, когда изучаешь партитуру, не только Шостакович, а иногда совершенно неожиданные вещи видишь в нотах. Вот меня совершенно потрясает мой профессор Дмитриев, который недавно исполнял симфонические танцы Рахманинова. Исполнял их, я не знаю, может быть, несколько десятков раз он уже на моей памяти это делал, понимаете? И что меня удивляет, потрясает, это, так сказать, является примером, каждый раз это прочтение совершенно иное. То есть человек, вот работа дирижера, человек прежде всего ищет, анализирует. Владимир Абрамович, спасибо вам огромное, спасибо вам огромное и за вас, за ваш талант, за ваших учеников, которые вас обожают, почитают и дальнейших вам творческих успехов и побед. С вами была программа «В сиянии рамп», у нас в гостях был Владимир Абрамович Альшулер и я, Лариса Кабитова. Всего хорошего, удачи вам и здоровья!